У тебя какой знак Дикий Кабан? Зачем мне это? Ну, скажи. Да я не знаю. По-моему, Дикий Кабан. Что-то у меня мама здесь вот такое орела, типа ты родился, вот Дикого Кабана. Не в свиньи, а вот Дикого Кабана. Блин, это записывается, да? Это пиздец. Всем здравствуйте. Компания Фактум. И у нас с вами Владислав Дикий Кабан. И Валерий. Итак, сегодня у нас будет аж 10 автомобилей, но немножко в другом формате. Я тебя поправлю 9, 9. 9 автомобилей отобрали, да, 9 автомобилей. Говори. Окей. Мы будем говорить вам про цены, по которым мы купили автомобиль и то, сколько они обойдутся в Украине без ремонта. И предварительно, ориентировочно будем оценивать саму сумму ремонта. Первый автомобиль это Volkswagen Golf, Sportwagen в кузове Universal, как мы можем видеть, 2017 года, который мы купили по ставке 3550. Почему мы его включили в этот обзор? Потому что, во-первых, цена, во-вторых, пробег, в-третьих, не страшные повреждения. А какой пробег? Пробег 37 тысяч миль. 185, да, 37 185, да, 37 185 миль. Машина темно-синего цвета, вот такой вот передний удар, разбит передний телевизор. Сзади, видимо, тоже машину задели, сняли задний бампер, но, как мы видим, еще прижало чуть-чуть крышку багажника. И правый усилитель немножко. Да, да, когда купили эту машину, мы не могли понять, кто это, ни один из наших оптовиков не признавался, мы чуть ее уже не продали нашим клиентам. Но тут самый последний момент проснулся оптовик, тот, который ее купил и сказал, это моя машина. И мы, конечно, все обломались, потому что на нее уже нацелилось достаточно большое количество людей. И даже, честно говоря, я подумал, блин, прикольная машина. Она нам без ремонта, сегодня будут цены без ремонта, со всеми расходами, включая сертификацию, постановку на учет. Потому что мы ремонт по многим автомобилям просто не просчитывали или не знаем. Она без ремонта нам встает в 3649 долларов. И это была машина номер один. Влад, у тебя еще есть вопросы? Я вот не смог пересмотреться и понять, если у нее панорама, потому что иногда... О, без панорамы жизнь-то вообще, ну как-то, да, ты же ведь говорил. Без панорамы чувствуешь себя в какой-то квартире. А так, открыл панораму и даже на строение... Чувствуешь себя в машине. Все, я понял. Без панорамы, как бы, машина-машина-то, в принципе, и не является. Да ладно, но когда она есть, все равно приятно. Влад, я думаю, что здесь нет панорамы. Мне тоже так кажется. Поэтому комплектация хорошая, без ключевого есть, экран, кожа, все есть. Но панорама, видимо, судя по всему, все-таки нет. Более, спортваген такой стандартненький, классный универсал. Кстати, универсал, большая редкая для американского рынка. И лот номер два в сегодняшнем нашем списке, это Honda Clarity 2018 года. Что ты знаешь об этой машине? В принципе, мало чего, кроме того, что у нее футуристичный дизайн. И действительно есть люди, которые за них борются довольно агрессивно. Поэтому для меня очень удивительно, что она ушла по такой низкой ставке. Посмотри на удар, посмотри, да, прикольней. Ну, конечно, это не все. Да, да. Приучивши того, что еще и сработала безопасность. Да, вот видишь, у нее чуть-чуть протянутый бок и ударенная задняя левая сторона. То есть сзади-слево. Ну, самое главное, знаешь, для меня, если у нее выживет передняя левая фара, это замечательно. Вопрос второй, почему сработала подушка торпеды? То есть, возможно, датчик удара сработал таким образом. Пристегнут был пассажир, сидел. И, возможно, он сработал. Это, конечно, неприятно. Гораздо приятнее, когда просто поменяли тебе подушку в руле, и ты поехал дальше. Ну, это тоже перешивает торпеда. Делается, все знаем. Ну, поэтому и цена такая. Может быть. Напомним всем, что Honda Clarity – это японский гибрид. Плагин-гибрид, который заряжается от розетки. Я не знаю объема его батареи. Там стоят моторы 1,5 атмосферные, плюс электромотор. Совокупную их мощность, которую выдает вся силовая установка, я тоже не знаю. Но раньше они, честно говоря, под ключ людям становились чуть ли не в 20, 22, 23. Еще пару лет назад на них такие космические деньги выдавали. И тут 6600. Ну, и пробег у нее 19000 миль, то есть это новый автомобиль. Влад, что ты скажешь по поводу ее цены под ключ, но без ремонта? Под ключ без ремонта она получается нам 13100 долларов предварительно. Ну, 189. Вот у нас калькулятор показал. Давайте округлим. 13200 долларов – это растаможенная машина, поставленная на учет, сертифицированная, но без ремонта. То есть нужно будет добавить ремонт. Ремонт-то, ну, не знаю. Я предполагаю, что тысячи на три. Да, почему? Потому что это элементарно даже передний бампер в сборе будет стоить конских денег, потому что это Кларис. Да, да, да. Потому что там не деба фара еще задета, задний бампер, крыло, работа, покраска, и там туда-сюда набежит безопасность. Так, со вторым номером закончили? Да. Погнали дальше. Под номером три у нас загадка. Машина-сюрприз. Киндер-сюрприз, да. Как бывают женщины-загадки, так у нас сегодня автомобиль-загадка красного цвета, кстати. Kia Porte 2014 года. Причем загадка, она у нас абсолютно целая. У машины повреждения указано как вандализм. Вандализма мы как такового не видим. У нее нижняя накладка заднего бампера лежит отдельно на фотографии. И здесь мы видим то, что ее сняли. Да, да, да. Ну, опять же, самого удара я не вижу. Снято, и зацепили вилами перевозки. Я видел одно, что там есть удар по порогу. Это могло быть и при эксплуатации, а не конкретно от этого случая. Да, короче, у нее нет ключа. Мы не знаем, заводится она или нет. И у нее не указан пробег. По Крфаксу? Да, по истории мы посмотрели, у нее пробег оборвался на пробег. Что там 65 или 70 тысяч миль. Мне задолго до инсультируют. Да, поэтому предполагаем, что в общей сложности у нее до 150 тысяч километров будет. Интересна ее цена, потому что, по сути, да, это загадка. И мы, в принципе, клиенту описали все риски в данной ситуации. Но мы покупали уже ранее такие машины. И самое главное, что до самого инцидента автомобиль ездил. Признаков подтопления салона мы не заметили. Или еще каких-либо проблем глобальных, которые визуально видно. Но, опять же, здесь может быть все, что угодно. Ну, в общем, 1700 долларов. Нет ключа. И мы очень надеемся, что нам повезет. И это будет отличная покупка. Вот. Что она у нас встает без ремонта, со всеми расходами. А встает она у нас в 6840 долларов. Целый автомобиль, ты выезжаешь. Кто-то даже бы порог не делал. Если она нормально себя поведет. И не выдаст никаких дополнительных приколов и сюрпризов. То есть аккумулятор там ключ сделает. И планов этого. Я вот тут кое-что увидел. Что? Вот немножко замята задняя левая кровь. Но это тоже, скорее всего, в процессе езды у нее. Да, где-то на что-то наткнулось. Чуть-чуть такая тычка, видишь? Да, ну все. У нас еще было предположение, что она была на самом деле после угона. И ее нашли, ключа нет, и закинули в этом целом. И просто закупили, не указали то, что она после угона. Такое часто происходит. И скорее всего, и вероятнее всего, именно это так и есть. Посмотрим. Да, посмотрим, поживем, увидим. Придет автомобиль, наверное, что-то снимем про него и пока. Вариант номер 4. Вот такая вот ракета с разобранной мордой. Мы говорили, что сегодня будут машины с нюансами. Это Ford Explorer 2016 года, купленный за 1650 долларов, который ранее использовался в полите. Интерсептор. Да. Да. С двигателем 3.7 Turbo. Какой Turbo? В смысле, это атмосферник? Да. Это точно. Это точно. У полите атмосферный двигатель. Да. А как они догоняют кого-то? Ты что думаешь, обязательно надо иметь 500 килограмм, 500 лошадей под капотом? Я думал... На BMW M5 всем полицейским не едут. Да, причем тут на М5, но я думал, что у них же там Мустанги, все эти, Доджи, Челленджеры. Челленджеры эти, как его? Да они же не едут нифига. Да? Да они едут чуть быстрее этого интерсептора. Ну блин. Они едут 20 километров, ломается, кто мы их догоняет и все. Я просто, помню, смотрел документалки про то, что там специальные двигатели оставились на какие-то там... Это в Советском Союзе у КГБ были догонялки. Я про Америку смотрел. Волги там, во всякие, шестерку какие-то. Ну там, правда, про совсем старые машины говорили. А, да. Но я думал, что здесь... С сегодняшним уровнем трафика на дорогах, вертолетами и с наличием всего прочего, тебе не нужна она реально на дороге в Бугатти для того, чтобы догонять бумажников. Тебе достаточно просто не врезаться в другие машины. Ты посмотри, у нас по дороге ты едешь на какой-то достаточно мощной машине, ты хрен уйдешь и полицейских Prius, которые, ну, как бы уже давно не... Кстати, да, я видел. Куда ты уедешь от них? Трафик, они с мигалками едут, все разъезжаются, а ты там пытаешься где-то тыкаться, мыкаться. Ты не уедешь от них. Поэтому их и делать 3,7, это надежный мотор. Просто надежный атмосферный мотор давно проверен. Вот и все. Из интересного, мы сразу сказали, цена. Цена офигительная для этой машины. Да. Конечно, у нее большой пробег. У нее пробег, сейчас мы вам скажем. Не вижу, где пробег. Где пробег? Ага. Сейчас. Никто не знает, какой у нее пробег. А, мы смотрели по Carfax, у нее пробег 120 тысяч миль. Ну, в принципе, это как это атмосферник даже... По-моему, 120 тысяч миль, либо 120, либо 200. Ну, вот что-то... 200, мне кажется, многовато, по-моему, клиент будет... Да нет, полиция спокойно может потом накопиться. Не-не-не, я просто... Не-не-не, я не просто, а фактически на еженом пробеге. Короче, по 20 тысяч миль, мой прогноз, по-моему, там была именно такая цифра. Вот. И, конечно, салон там для аскетов, истинных спартанцев, которые прошли весь этот отбор. Ну, как бы, цена обусловлена, конечно, еще и комплектацией. Да. Вот, потому что здесь, в принципе, естественно, механические регулировки, кочерга, селектора, переключателя. Ну, кому-то, может быть, так и удобнее. Как бы, оправдывать этот механизм не буду. Ну, мне он не нравится, не нравится обычно селектор. Зато, как в настоящих вестернах. Да-да, все как в фильме. Да-да-да, сел, хлоп, переключил, полетел. Догонять, врезаться. Да-да-да. Вот. Не исключаю, что... А, ну, ладно, это я потом скажу. Вижу, что ее чуть-чуть подразобрали. Мы сделали вывод, что ее разбирали и доставали всю электрику, связанную с коммуникацией для полиции. Рации, мигалки и все остальное. Бортовые компьютеры у них часто тоже. Да-да-да, кстати, да. Ну, а так, в мультимедиа здесь есть базовая, климат есть, возможно, есть подогревы. То есть, этот автомобиль не лишен всех прелистей жизни. И, скорее всего, с 90% вероятностью у этого автомобиля лучше комплектация, чем на том автомобиле, на котором вы ездите сейчас. Поэтому... Ну, это не точно. Ну, это не точно, да, конечно. Вы не обижайтесь на эту фразу. Это было сказано так, с юмором. Вот. И у него складываются задние сидения третьего ряда. Я думаю, что здесь, скорее всего, нет. Потому что все-таки это полиция. Зачем перетерят у меня детей вы здесь? Вот. Удар был по передку плюс сзади. Угу. Вот. По переднему удару могу сказать, что удар был не самый сильный. Как бы я вижу, что радиаторы вроде как... Безусловно часто в целом. Ну, то есть, они непонятны. Но я понимаю, что в любом случае это был не прям перелет. И по усилителю переднего бампера я скажу то же самое, что он хоть и выгнут, но видно, что... Зачем только крышку багажника обрезали? Потому что не могли открыть. А, понял. Да, да. Она ведь... Она у нас, походу, без ключей. Угу. Да. Да, 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 да. У нее нет ключей. Она сегодня машины без ключей вообще. Она сегодня машины просто купленные. Ну, вот, знаете, этот... Извините, повезет, не повезет? Самый главный вопрос – это цена. Давай. А, да, кстати. Удивим. По поводу цены. Ну, 1650 долларов – это цена покупки с аукциона. И получается она нам со всеми расходами без ремонта примерно 8600, 8900, 9000. То есть там в зависимости от того, как повезется машина, через какой порт. Да. Так что ничего так, ничего так. Девятка у тебя растаможенный эксплойер. Ну, уже с сертификатом просчитывается по станок. Двигаемся дальше. И у нас машина, которую догонял этот форт эксплойер. Ну, это не факт. Ну, это так, это, естественно, шутка. Здесь вы это поняли, потому что, как минимум, машины в разных городах находятся. Штаты. Да. Это твоя, твоего авторства машина. С неидеальным криминальным прошлым. Мама-мама-криминал. Тачка, которая просто уходила от погони, которую дурявили со всех сторон. И, кажется, кого-то загасили внутри, потому что его кровище растекло. Ну, я хочу надеяться, чтобы все-таки просто ранили. Что человек остался жив и... А если это плохой человек? Отбывает наказание. Согласен. Согласен. Будем работать в правовом поле. Да, да. Но, а ты не думаешь... Ну, кстати, а возможно, это была жертва. Не стараешь, если это была... Ну, поговорим о грустном. Если это была просто какая-то женщина, которая... Я не хочу об этом говорить. ...напали грабители. Посмотри, они расстреляли, и все стекло. Вот сидел водитель, и посмотри, сколько дырок было сделано. Да блин, комучу надо человеку, который катается на эскейпе. Это максимально. А, да? Ты думаешь, по этому принципу выбираю стрелять людей или нет? Я бы не стрелял. Это, в принципе, кому что надо от человека, который катается на камбре 30-ке? Ну, да. Да? Я бы не стрелял в камбре 30-ке. Да. Вот если какой-то заряженный... Я бы понимал, что это вот тихий, мирный себе человек, который никому не мешает, ездит, снимает видосики с оборудованием и все. Да. Да. Ну, поэтому, как бы, блин, мне кажется, эта машина просто случайно заехала на стрельбище и... А, да, да, да. В то время, ни в то время... Просто мимо мишени проехал. Ну, короче, ну, это не смешно, на самом деле. Я уверен с 90-процентной вероятностью, что тот, кто сидел за рулем, ему трендов. Ну, мы... Короче, ладно. Однозначно. Чем примечательен данный автомобиль? Давайте, если не грязный, не по-черному шутить, то... Если разговаривать чисто об автомобиле, большая опасность, риск это дырки от пульс. Ну, в чем опасности? А, ты думаешь, надеешься, что они все в теле остались? Нет, я надеюсь, что они все прошли на вылет. И так как они шли не по моторной части, а именно по водительской части, то я надеюсь, что максимум, там, обшивка дверей пострадала, как бы, да, и все. Ну, поводить по мотору я действительно не вижу, потому что реально цель здесь в салон, и по ходу машина, то ли там практически не двигалась, вот это что-то непонятно. Ну, это качество, может быть, там... Да, да, расстреляли стекло, стекло к замене, попали дыркой в стойку. Нужно будет посмотреть, что вообще со... Облицовка, понятно, она там, как бы, делается, все в порядке, это подварится, зашпаклюется и сделается, проблем с этим вообще не будет. Да. Стекло, сидение, то есть элементы какие-то салона, там тоже нужно будет их смотреть, внимательно изучать. Но скажу вам честно, если отбросить все предвзятые стереотипы, да, относительно того, что стрельба, это плохо, кровь... Если сравнивать эту машину, например, с сильным фронтальным ударом, я бы выбрал эту. Я тоже. Потому что здесь, по сути, ну, как бы, сам автомобиль, его жизненно важны какие-то узлы, сам кузов, электрика, мотор, коробка. Скорее всего, это ничего не пострадало. Да, пострадал салон, но салон это совершенно другая цена вопроса. Это все можно сделать, да. Химчистить, поменять планки из-за шпаковой отделки. А машина, в машинах, которые, конечно, скорее всего, убери человек. Вот, ну, опять же, сколько таких машин покупается на рынке просто после каких-то тоталов восстановленных, когда-либо. Самое главное, что это Escape, 18-го, рестайлингового года, с двигателем 2.0, в комплектации SE. По плюшкам комплектации мы разберемся, когда машина к нам уже придет и посмотрим ее поближе, потому что пока визуально тяжело оценить, что у нее есть, чего у нее нет. Вот я вижу дырки в картах дверей. В торпеде я, если честно, особо ничего не вижу. Ну, как бы у меня и ракурс не то, чтобы здесь что-то увидеть. Да. Естественно, здесь тоже. Кстати, давай посмотрим на сиденье. Они не продырявлены с обратно-садок. Кстати, как мы это увидим? Не, вот здесь тоже элементарно, потому что здесь много пульта. Оно бы застряло в сиденье, мне кажется. Мне тоже так кажется. Плюс человек. Вот ключ, она получается где-то в районе 12 тысяч без ремонта. По ремонту посмотрим, что будет по факту, так как у нас там стоечка и все остальное. Нужно все это присматривать, перерассматривать. Я тебя понял. Окей, интересная тачка. Это была машина в нашем списке под номером 5. Переходим к шестому номеру. Машина под номером 6. Мы уже потихоньку начинаем уставать. Это Ford Edge Titanium. 20-го года. Чисто ищите 20-го года. Вот такой вот стрёмной плюхой. Которую мы купили за 8900. За 8900. Подожди, подожди, не торопись. Да. Вы скажете, что удар жесть полная. Он страшный. Как позвонил менеджер? Звонит менеджер. Это покупал ее Дмитрий Дубровин, своему клиенту. И говорит, не помню, как зовут клиента. Уважаемый клиент, я вам ношу такую впендюренную машину, но она мне нравится. Сейчас объясню, почему. Клиент начинает смеяться. Говорит, ну сбрось, я посмотрю. Первая реакция. Да, стрёмная. А потом, блин, да, на самом-то деле, в принципе, более-менее норм. Короче, давайте так. Без долгих прелюдий. Мы на машину, на ремонт закинули что-то около 6000 долларов. Если я не ошибаюсь. 5 или 6, 100%. Мы что-то такое заложили. Замены капота, дверей, покупка переднего бампера, ходовая по правой передней части. То есть это все надо будет делать. Но прикол в том, что у машины-то не такое стрёмное повреждение, как кажется на первый взгляд, потому что удар был нормальный. Не могу сказать, что удар был минимальный, у нее минимальные повреждения по касательно. Нет, это стрёмный удар. Но дело в том, что ее цена, за которую мы ее купили, и то сочетание повреждений, оно достаточно уникальное, потому что обычно машины с таким же объемом работ уходили на минимум 4-5 тысяч долларов больше. Только 4-5 тысяч долларов дороже они ходили в аукционах. А здесь из-за того, что вот так лежит колесо стрёмным, срыва сесть, она из-за этого так и ушла. И это, конечно, круто. Из того, на что я бы обратил внимание, если бы рассматривал такой автомобиль, это то, что в первую очередь лобовое стекло у нас кажется визуально целым. Соответственно, оконная рама у нас не нарушена по геометрии. То же самое касается и панорамы. Поэтому, скорее всего, тут действительно удар не настолько серьезный, как это может показаться. Но обратите внимание, все, что находится за усилителем переднего бампера, за полкой крыла, то есть мотор. Понятное дело, что телевизор нужно будет поменять, радиаторы и так далее. Посмотри, бачок с расширительной, это расширительная, это охлаждающая жидкость. Там есть жидкость. Да. Это круто. Да, но вопрос только, во сколько встанет ходовая. Тут тяжело что-то предугадать. Я уверен, подрамник, я уверен, там полуоси все, рычаги, стойка, возможно, цапа, невозможно, скорее всего. Это все надо будет поменять, но оно того стоит. Одно дело, поменять ходового, другое дело, пересобирать всю морду, тянуть лонжероны и так далее. То есть это совершенно другая ситуация. Следующий автомобиль, это тачка, которая у нас лежит без правых колес, тупо на земле. Итак, это GMC Акадия в комплектации. Расскажи про нее, да. В комплектации Denali, которую мы купили за 7000 долларов, только благодаря тому, что она аккуратненько лежит на правой своей стороне. Давай, на AutoOction, чтобы лучше было видно. Давай, сразу хочу... Давай, давай, вот там спичь свою презентацию, только по-быстрому. Сразу хочу обратить ваше внимание на то, что мы видим из-за того, что страховая компания продефектовала автомобиль, что полка крыла у нас ровная, стойка у нас ровная и концентрация основного удара у нас была, скорее всего, в переднее правое колесо. Заднее правое, так как у нас там повреждений, мы визуально не замечаем, скорее всего сняли для того, чтобы машина не... всем весом не стояла на передней правой стороне. А я думаю, нет. Почему? Я думаю, у нее просто дефектовали заднюю ось и нахрен не поставили колесо, потому что им эта машина не очень интересна, потому что, ну, в принципе, давайте признавать честно, до тех пор, пока мы не забираем автомобиль с аукционом, с ними особо никто не церемонится. И они захотели, не поставили назад колесо. Захотели, поставили. Конечно, в большинстве случаев они ставят. И ситуация, когда машина стоит на трех колесах, четвертая снята, лежит рядом, вагон и маленькая терешка. И чтобы они специально снимали заднее колесо, для того, чтобы она бедная и не стояла на трех колесах, не верю. Это Denali. Как можно ее ставить на три колеса? А ты сейчас серьезно? Ну да! Ну ладно, я понял. Короче, у тебя, Влад, тебе играют эти чисто, чисто любовь. Да. Ну, давайте реально говорить, почему мы ее включили сегодня в разбор. Дело в том, что обычно на аукционах, мы вот еще прошлым летом эти, у нас был один клиент, который прямо очень хотел GMC Acadia именно в комплектации Denali, именно вот с 17-го года, когда у них пошел вот этот вот. Новый кузов. Да, все правильно. И мы их пытались торговать, и они с разными ударами, с кривыми, косыми. Ну, в общем, это Denali уходили, 12-13 тысяч долларов стреляли. Но это было просто... Это только ставка? Это ставка, да. При том, что ты купил ее по buy now за 7 тысяч долларов. При том, что я не вижу здесь катастрофы. Да, у нее будет подмят снизу порог. Я не спорю. Машину просто положили, тормозными дисками она на земле. Она упирается только в них. Диски находятся выше, чем нижняя точка обычно опоры колеса. Понятное дело, да, она лежит сейчас на пороге. И, кстати, непонятно, почему кинули передний бампер на стяжке на телевизор. А я понимаю, почему. Потому что его снимали, и вот его нужно было обратно как-то присобачить. И, слава богу, у них хватило ума не засовывать этот бампер в багажник и не складывать его пополам, как они любят это делать. Поэтому данной ситуации, я считаю, нам повезло, потому что, ну, действительно, удар, во-первых, очень хорошо виден. То есть, единственные риски, которые я здесь вижу. Неудачно загрузят машину, например, что-то вилами снизу подомнут, например, какие-то рычаги, там, не дай бог, конечно, коробка. Кордан. Да, да, что-то связанное с трансмиссией могут задеть однозначно, но я надеюсь, мы избежим этой проблемы. Хочется уверить. Пострадать нижняя часть телевизора передней панели, потому что, ну, она как бы снизу, но опять же, внизу подрамник, а не передняя панель, поэтому здесь тоже пострадать сам подрамник мог. Да, согласен. Но, тем не менее, эта цена, да, для данного автомобиля офигительная, даже несмотря на какие-то возможные вытекающие из всего этого и на сам удар. То есть, по итогу, когда этот автомобиль соберется и будет ездить, это не будет какой-то глобальный ремонт с кучей шпак-лапок, краски, вытягиваний, стапелей и всего прочего. Здесь будет нормальный автомобиль, и, ну, это действительно неплохо. Да. Вот, как-то так. Так что, а чем вообще особенно? Почему за эту Denali так дерутся? Ты можешь мне объяснить? Ну, смотри, тут, в принципе, такая же ситуация, как у DOS DURAN, в том, что есть какие-то особые нюансы по конкретным дискам, которые будут идти в этой комплектации, по тому, что вот именно полный набор опций будет именно в такой комплектации. Потому что, допустим, если рассматривать варианты SLT1, либо SLT2, там тоже может быть панорама, тоже может быть перфорация с вентиляцией со всем остальным, но чего-то может не быть. Но в том случае, когда это идет Denali, то здесь, по идее, должен быть у нас уже полный фарш. Я понимаю, да, там управление трансмиссией, я вижу, что здесь подогрева и охлаждение сидеть. То есть, я понял, это наиболее полная комплектация. Да, и что она получается у нас без ремонта? По деньгам, предварительно, она у нас получается пока что в 15750 долларов без учета ремонта. Ремонта здесь, ну, сколько, заложен? Ремонт, честно говоря, я не помню, но я помню то, что она у нас ориентировочно должна была под ключ становиться где-то в 19-19 с половиной плюс-минус. Где-то так. То есть, соответственно, если она в 15 без ремонта, то есть мы где-то 4-5 вложили в ремонт. Кто, Влад? Я думаю, мы с данным автомобилем закончили. В общем, как-то так. И переходим к следующему, не менее интересному автомобилю с точки зрения повреждений, стрёмному, я бы даже сказал, но и интересному с точки зрения комплектации, о которой вам расскажем позже. Это Toyota RAV4 2020 года в комплектации Adventure, что переводится как переключение. Так что, в принципе, определенные приключения уже на нее выпали. Она уже их нашла. Она уже их нашла. Будем надеяться, что новое приключение с доставкой автомобиля и его восстановлением в Украине будет менее яркое, достаточно такое, более спокойное, не нервное, нормальное. Ну, что здесь было? Машина перевернулась. Машина перевернулась. И мы так понимаем, что перевернулась она достаточно аккуратно, потому что она то ли завалилась на один бок, но, в общем, пострадала у нее. Давайте мы сейчас так оценим ее визуально. Пострадали у нее оба бока, бока, как правильно сказать? Вот. Замяла стойку, подмяла крышу, подмяла эту часть, сломала зеркало. С этой стороной то же самое. Вот, подмяла. То есть, здесь работает, ну, будь здоров. Почему мы решили купить ту машину, потому что... Машину сундочку назад вернуть? Да, конечно. Тебе понравились сидения? И, конечно, хочу посмотреть, что здесь, потому что обычно тут заглушки стоят, а тут я смотрю, только подогрев, сервопривод и... Подогрев переднего стекла, именно там есть электрические тэновые нити, электропривод крышки багажника, подогрев руля, управление системой полного привода, Adventure интересна тем, что у нее есть блокировки дифференциал. То есть, это полноценный, полный привод от RAV4, и здесь действительно, ну, я не знаю, от чего здесь ставится трансмиссия, подозреваю, что полной версии Highlander. Все равно одна заглушка есть какая-то. Одна заглушка есть, я не спорю, это не максималка, это не XLE, но эти машины стоят просто дурных денег. Да, 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 то есть, ну, сейчас так даже сказать не могу, кругом-бегом, в общем, мы их пытались купить, они уходили по 15-16 тысяч долларов, и в конце у нас вот выпал такой вариант, мы переговорили, решили, что совокупный объем работы, возможных приколов, нам интересен в данной ситуации, и мы приняли решение с клиентом приобрести этот автомобиль, не мы, а наш киевский менеджер Сергей. Вот, у нее там, понятное дело, электрорегулировки есть, ну, в общем, эта машина примечательна именно наличием, вы поняли? Да. полного привода, и некоторых, у нее увеличенный клиренс, если я не ошибаюсь, у нее есть там разные выборы, разные, грубо говоря, разных покрытий, а еще маленький прикол, у нее висит шильдик TRD, что он дает, я не понимаю, я не думаю, что она становится от этого злее, ну, понятно. Это просто спецкомплектация. Да, оформление, видишь, плать накладки на пластиковые, по-моему, в обычном РАВе их нет, вот этого всего, может быть, и есть, я не помню, ну, вот, грубо говоря, она уникальна, их очень мало, и поэтому их покупают. Данный автомобиль, у нас с доставкой в Украину растаможкой, сертификацией, постановкой на учет обходится в 20 тысяч 660 долларов. И даже если мы сюда добавим 6 тысяч долларов, что, ну, я думаю, прям нормально. В данной ситуации просто большого количества запчастей нам не понадобится, потому что там, в основном, по передней части у нас и плюс лобаж, лобовое стекло, то у нас она встает в 26 тысяч долларов, и это железобетонно минимум дешевле на 6-7 тысяч долларов ближайшего адвенчера, потому что мы уже смотрели. Перед тем, как покупать, мы примерно прикинули по возможным расходам. Ну и она еще отличается по передней части. Здесь другие решетки, здесь она такая более агрессивная, какая-то зла и внедорожная. В общем, такой типа, типа внедорожника Toyota. Аналог, Jeep, у них есть комплектации не Trail, да, Trail of Oak. Да, и плюс, я тебе даже больше скажу, она, когда была на аукционе, у нее был еще D-Fix, типа там, приставка, типа, Off-Road Edition. В общем, да, там есть своеобразные примочки. Так что вот так вот. Переходим к следующему автомобилю. let's go. Ну что, Влад, закроем девяточку сегодня. Машина, которую мы так и не купили. Машина, которую мы так и не купили, но все-таки включили ее в наш дайджест. Потому что предыстория очень интересная. ввиду, да, интересной ситуации, которая возникла. 19-го рога, 19-го рога, 19-го года Nissan Rogue в простенькой комплектации, да, S, SV даже. Давай ее откроем здесь. Давай, да, что-то точно не помню. Это S-очка. S-очка. S-очка с неизвестным доселе-пробегом. Мы не брали по Carfax-у, покупал ее наш оптовый клиент. И куплена машина за интересную цену в 1600 долларов. Кто, в принципе, торгует Nissan Rogue, знает, что 19-го года автомобиль, даже WS-комплектацию, уйдет минимум в 6 тысяч долларов. Или 4,5. Ну, в общем, в зависимости от пробега еще. И повреждения. да. Ну, в данной ситуации повреждения, я не считаю, что маленькие, повреждения у нее достаточно солидные. Солидно. солидно. Ну, на самом деле, не могу ничего плохого по пробуждению особо сказать, но ничего хорошего тоже, чтобы знать, вот как у нас Ford Edge, так и здесь. И только здесь был больше акцент на стойку. И передача. да, да, да. Больше по железу. Вот. Была куплена за 1600 долларов. Единственный нюанс, машина была куплена на Гавайях. Кто знает, это острова западней континентальной части Америки. Если сами Гавайи находятся, допустим, вот здесь, причем нормально они дальше находятся, да, то Гуам находится вот здесь. Вот. Это рядом с северными Марианскими островами рядом с федеративными штатами в Микронезии. Мы не угораем, мы говорим серьезно, потому что, ну, в большинстве случаев у нас у всех плохо в географии. В общем, это в паре тысячах, в паре тысяч километров от Филиппин. То есть, скорее, это уже Азия. Да. Вот. А вот и Китай. Короче, практически, это филиппинская моря. Купили мы машину эту там, как бы, и для того, чтобы перевезти ее в Украину, нам нужно было бы доставить ее сначала в США, чтобы ты понимал, расстояние, которое необходимо преодолеть до США, наверное, больше, чем до Украины, США. А потом еще отправить в Украину. Короче, машину в кругосветку. Да, В общем, когда мы просчитали, как это все сделать, и во сколько это по итогу нам обойдется, как минимум, пикап по острову, и мы подумали, может быть, отправить ее на Азию, вот, но, к сожалению, ни у кого не было необходимой консолидации, чтобы сформировать четыре машины в контейнер и отправить ее в Украину. Ну, или хотя бы в 20-футовый засуду два автомобиля не было. Ну, естественно, один 20-футовый контейнер, это тоже было дорого. Клиент отказался, так как в Азии сейчас есть проблема с... С контейнерами. С контейнерами, да, и вообще, это была большая проблема, поэтому нам пришлось отказаться от данного автомобиля, а шара была близко. Шара была близко. Я посчитал, что если бы мы забрали ее за 1600, вот так, на островной части, не в Гавайях, то машина бы нам, это вот сейчас и 7500, она бы нам обошлась примерно в 6-6,5 тысяч растаможенной в Украине 2019 года Nissan Rogue. Ну, если бы мы взяли ее просто на Гавайях, на той части архипелага основной, то она бы встала где-то в 7,5-8, что все равно безумно круто. Да. Вот. Поэтому так, но не получилось. Не протянуло. Да, кто-то другой будет наслаждаться этой крутой тачкой. Кто-то из американцев. ее уже купили, оплатили, и во второй раз купили ее за красивую цену 4350 долларов. Просто в 3 раза дороже. Что такое аукцион? Сегодня торгуемся дешево, завтра дорого, послезавтра опять дешево, поэтому они и те же машины составляют совершенно разные деньги. В принципе, на этом наш 9 номер закончился. Да, и в принципе, подборка вариантов закончилась на сегодня. Мы надеемся, что те варианты, которые мы подобрали, для вас оказались интересными. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какие из них вам понравились, какие из них вам не понравились. Также, как вам такой формат? Заходит? Как вы думаете, на самом деле, мы немножко сегодня поменяли формат, больше ушли от экономии в пользу просто ярких, интересных, необычных автомобилей. Пишите в комментариях, если вам какие видео понравились, либо ставьте дизлайки, если, по вашему мнению, видео было плохо. Нужно вернуть старый формат. Полный хлам и не соответствует вашему забору. Давайте ценовую категорию выгодную или нет, где деньги. Ремонт. Итак, сколько ты... Да, да. Всем спасибо за сегодняшний просмотр этого видео. С вами был Владислав. И Валерий. Компания Фактум. Всем пока. Будем на связь. До свидания.